Именно во время третьей отсидки, Саша Шарин становится тем вором в законе, которого помнят и по сей день. Он заставил с собой считаться даже сук, наполнявших зоной. Был справедливым смотрящим. При этом воре в законе, никто не осмелился творить беспредел на его территории. Территория это целый регион, где располагалось 12 тюрин. И вор в законе Саша Шарин следил за всеми зонами. Хотя стоит подметить, что в то время ему было не больше 30 лет. После этого освобождения, был поставлен смотрящим на площади трех вокзалов, где обитали одни из самых опасных преступников в Москве. Тогда же, Саша Шарин собирает криминальную команду карманников. Молодые пацаны обворовывали карманы прохожих, прибыль делили с Шарином. Вскоре к нему стали подтягиваться и другие карманники. Они отстегивали вору в законе некий процент со своего промысла. Это стало солидно. А Шарин понял, что эти криминальные деньги надо пускать в благое дело. Он стал помогать честным арестантам, блатным, которые сидели в лагерях. Конечно, деньги обменивались на продукты, курева, выпивку. И в зоны шло уже продовольствие. Таким можно считать становление криминального воровского общика. Поэтому вполне по праву в вор в законе Саша Шарин считается основателем воровского общика. Естественно, что и сам вор в законе Шарин попадал за решетку. В общей сложности он отсидел 10 раз. Когда в стране стали появляться организованные преступные группировки, воры в законе подминали под свой контроль многие из них. Назначали также для каждой группировки смотрящего от воров в законе. Обычный смотрящим являлся сам вор в законе. Благодаря авторитету в криминальном мире, вор в законе почти всегда справлялся с задачей воровского сходника по курированию преступной группировки. Но многие преступные группировки просто отказывались от контроля со стороны воров в законе. Те группировки, которые курировались ворами в законе, стали называться группировками с воровским уклоном. Сашу Шарина, к тому времени уже авторитетнейшего вора в законе, в 80-х воровской исходняк поставил смотрящим за Сокольнической, Измайловской и Гулияновской организованными преступными группировками. Так как криминальный авторитет вора в законе был очень большой, он успешно справился с поставленной ворами в законе задачей. Он до конца своих дней руководил тремя преступными группировками, даже тогда, когда сидел в тюрьме. А в тюрьме этот вор в законе за всю свою жизнь отсидел 10 раз. Саша Шарин со своими бригадами брал под крышу известных ныне бизнесменов, помогал многим политикам. Часто присутствовал при конфликтных ситуациях преступных группировок в качестве третейского судей. Так как разводил все по понятиям, к нему обращались за решением вопросов и другие авторитетные воры в законе. Имея колоссальные доходы от трех подконтрольных ему организованных преступных группировок, вор в законе Саша Шарин жил очень скромно. Квартиру ему купили блатные, а все свои доходы от криминальных дел Шарин вносил в воровской общак. Даже демократические перемены не смогли повлиять на его воровские принципы. Ведь вор в законе Саша Шарин умер в последний вторник мая 2003 года, когда другие воры в законе уже вовсю имели свой легальный бизнес. Жен, детей, покровителей в МВД. Умер, в возрасте 74 лет от рака в больнице. Похоронили известного вора в законе 29 мая 2003 года на Хованском кладбище. Проводить своего предводителя в последний путь пришли многие влиятельнейшие воры в законе и криминальные авторитеты.